Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok 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 что доволен Богом и доволен еще и в такой ситуации, сложнейшей ситуации, потому что мы говорили об этом неоднократно. Довольство Богом даже в обычной, в обыденной жизни является величайшей милостью для человека, является достижением для человека, степенью, высочайшей степенью для человека. А здесь мы видим все виды бедствий, все, абсолютно все виды бедствий. Единственное, чего мы здесь не наблюдаем, это разрыв связи с Богом. Мы здесь наблюдаем, это тоже бедствие для человека. Если исключить это явление, мы наблюдаем обратно, мы наблюдаем укрепление связи с Богом, имаму Сейна Алисатваса, его сподвижников и его семейства. Все остальные беды мы наблюдаем, мы наблюдаем физические беды, моральные страдания, когда имам Сейна Алисатваса видит, как его тот же самый шестимесячный ребенок в течение трех дней без воды в пустыне под палящим солнцем находится и находится не в стенах, не находится под крышей, которая может создать реальную тень, а находится в палатках, которые менее устойчивы к жаре и не так спасают. То есть в сложнейших ситуациях наблюдает страдание своего шестимесячного ребенка, видит, как с его смертью беззащитные женщины и дети окажутся в руках безжалостных людей. Мы не говорили об этой истории, мы не затрагивали, как только отчасти отрывками говорили. Эти люди делали все, в истории это запечатлено, делали все, чтобы эти женщины и дети страдали. То есть никакого сострадания. Даже малейшего сходства с обычной мусульманской и исламской этикой мы не наблюдаем. То же самое, что мы и наблюдаем в сегодняшних последователях этих людей. То есть вот эти вот бандиты, которые орудуют, казалось бы, они же ислам исповедуют. Тот ислам того самого пророка, который, отправляя людей на войну со своими противниками, с агрессорами и на войну с агрессорами, заповедовало им не трогать растения и деревья, не вредить безнадобности на это. Они же их сторонниками, эти люди тоже были их сторонниками, но мы при этом видим, что они используют любую возможность для того, чтобы... Это пеший ход, то есть пленные ходят пешком, не предоставляют им самых элементарных средств для удобства и комфорта. Это ночью зной, то есть это пустынная... Ночью прохлада, вы имеете в виду? Это не просто прохлада, это сжигающая прохлада, это необычно, это не просто холодно и все. Это пустынный климат имеет свою особенность. В пустыне ночь тоже сжигает, тоже влияет сжигающая. То есть может показаться, что в пустыне ночью тепло. Нет, это особый холод, который влияет по-особенному, причиняет особое страдание. То есть днем они под солнцем передвигаются, под паляющим солнцем, а ночью влияние этой атмосферы ходят и при этом всячески унижают. Никакого уважения, никакой доброжелательности, никакой учтивости абсолютно. Наоборот, стремление максимально унизить, максимально принизить беззащитных женщин и детей. Это не воины, это не те люди, которые могли бы держать в руках меч и сражаться против них ни в коем случае. И имам Сейн, алей-салат-васалам, все это наблюдает. Он видит это все прекрасно, что так и произойдет. Это тоже вид страдания, это тоже один из видов страдания. И немалое страдание. Наряду с этим мы обнаружим множество других видов страдания. Понимание того, что все эти действия, все эти злодеяния, все эти преступления, совершенные против имама Сейна, алей-салат-васалам, которые являются ван-нахари ида джаллаха. В священном Коране сказанные непорочные имамы толковали, толковали этот аят, как непорочные имамы. То есть речь шла ван-нахари ида джаллаха. То есть здесь под днем, клянусь днем, когда она проявляет лучи солнца, понимаются имамы из непорочного семейства правоку Мухаммада, салаллаху алей-салам, а под солнцем, ва-щамси, ваду-ха-ха, понимается посланник Аллаха, салаллаху алей-салам, и его свет, то учение, которое он принес. Этот свет проявляется через этих людей, через, в частности, имама Сейна, алей-салат-васалам. И все противостояние в этом мире, в человеческой истории происходит вокруг этого света. И поэтому, когда в священном Коране, например, говорится о тьме в морской, в морской пучине, где одна волна, и над этой волной другая волна, и над этой волной находится облако, что закрывается этой волной, этими волнами, что в этой пучине скрыто? В этой пучине скрыт свет солнца, свет его светлости, посланник Аллаха, салаллаху алей-салам, которая проявляется в аяте ясно сказано, что именно день проявляет свет, потому что солнце, которое находится, когда ночь наступает, солнце, оно есть, оно светит, но оно не проявлено, а проявляется свет посланника Аллаха и его учения через этих пророков. И когда в событиях Ашуры мы наблюдаем подобное отношение к этим людям, к наместнику посланника Аллаха, к имаму Сейна, алей-салам, который является проявлением этого солнца, солнца, это является, то есть вот эта звезда солнечной системы, является материальным примером посланник Аллаха, салаллаху алей-салам, потому что весь свет во Вселенной это свет солнца, но в духовном понимании здесь речь идет, все получает выгоду, все получает жизнь, получает продолжение своей жизни, получает возможность продолжить свою жизнь через посланник Аллаха, понимаем мы этого или не понимаем, видим мы этого или не видим. Всевышний в этом, в этих аятах священного Корана ясно и четко дает понять, если мы соберем аят священного Корана в единое и рассмотрим те места, где говорится о тьме, о свете, мы увидим, что тьма это все, что закрывает учение посланника Аллаха, все, что препятствует учению посланника Аллаха, а свет это посланник Аллаха, свет и добро, все светлое от посланника Аллаха, вне его нет никакого света, все остальное может проявлять его свет, может раскрывать его свет, или же закрывать. Скажите, пожалуйста, в контексте этой суры, если есть здесь сказано ночь, которая покрывает солнце, это имамы несправедливости, это имамы гнета, имамы несправедливости. И в другом аяте, где говорится о волне, над волной, над которой находятся облако в морской фейбахрин людей, здесь мы в толковании обнаруживаем конкретные имена, конкретные исторические события, конкретные исторические какие-то движения. Которые также признаны достоверными? Да, являются единогласными. То есть это очередное... А толкование имеется в виду? Ну, хадисы, которые... Нет, это хадисы от непорочных имамов, они не всеми мусульманами признаются, если говорить о хадисах. Здесь мы в событиях Ашуры, в событиях, в том числе во всех событиях, где происходит покрытие ва-ля-или-и-да-я-р-ша-ха, когда происходит покрытие этого солнца, света этого солнца, препятствие этому свету происходит, это причиняет невероятнейшее страдание посланнику Аллаха салаллаху ва-ля-и-да-салам, это причиняет страдание непорочным его наместникам. Почему? Потому что они от этого чего-то теряют. Ни в коем случае. Потому что человечество, которое пользуется земной... Люди, которые на земле, они пользуются солнцем, если солнце перекрыть, солнце перестанет чем-то пострадать от этого, ни в коем случае не пострадает. Но посланник Аллах салаллаху ва-ля-и-да-салам испытывает любовь, испытывает заботу, испытывает ревность к будущему человечеству. И когда мы обнаруживаем события Хашули, это еще одно проявление страдания имам Сэна алейхи салаллаху ва-ля-и-да-салам, обнаруживаем подобное обращение с наместником Бога, тем, кто проявляет этот свет, этот единственный источник света во вселенной, в мироздании, мы когда это наблюдаем, имам Сэна алейхи салаллаху ва-ля-и-да-салам испытывает через это, то есть это открывает новые врата во тьму, причем качественно другого состава, другого качества. Если мы изучим современность, вот эти вот террористические движения, идилы, еще какие-то террористические движения, которые творят бесчинство, самые невообразимые преступления творят, мы обнаружим, что все это является продолжением того самого преступления и является результатом тех дверей, которые были открыты. А сколько, огромное количество, то есть имам Сэна алейхи салаллаху видит все это, все, что сейчас сегодня происходит. Последствия, то есть к чему это все приводит. Да, если мы страдаем, допустим, когда видим, как они режут на Курбам-Байрам двух-трех человек, если мы чувствуем какой-то дискомфорт, то имам Сэна алейхи салаллаху видит весь масштаб этого зла, этой тьмы. Это еще одно проявление страданий имам Сэна алейхи салаллаху. Но опять-таки, я повторюсь, весь комплекс страданий, бедствий, с которыми сталкивается имам Сэна алейхи салаллаху, он нам недоступен, это мы только часть можем раскрыть. И то, которое мы сами, как вы говорите, можем понять. То есть, сколько сторон, которые мы просто не достигли этой степени понимания. Курбан, мы прервемся на несколько минут. Уважаемые телезрители, мы скоро вернемся. Мы снова в эфире, уважаемые телезрители. Курбан, говоря о проявлении Бога в данном случае, как взращиватель, как я понял, то есть тот, кто довел этих людей до совершенства, до довольства. И одного из них, Хусейна, Ибн Али, алейхи салам, до еще выше, то есть до состояния, когда им довольны. Вы указали опять на тот момент, что в какое время вообще, в каких обстоятельствах это довольство было проявлено, что это самые тягчайшие обстоятельства, часть из которых мы в принципе, так или иначе слышали, часть вы нам поведали, и в предыдущих передачах, и одна из этих частей, это то, что в том числе, помимо всего прочего, помимо всего, что мы уже знаем, слышали, опять-таки знаем и слышали, так чисто теоретически, еще бы это испытать, хотя бы, хотя бы представить в должной мере. вы говорите, что были также открыты врата, врата ада, то есть, некое действие, которое повлекло за собой череду очень многих преступлений, и как результат, как вы сказали, те же террористические организации, как вы сказали, прямое продолжение этого движения. Да, это, то есть, мы обнаруживаем здесь, это одно из проявлений красоты Бога, воспитание, взращивание совершенных людей, имам Сейна Лесатусом, его сподвижников, это достижение степени довольства Богом, когда и Бог в сложнейших ситуациях, они довольны Богом в сложнейшей ситуации, в бедствии, в невероятном бедствии, и наряду с этим мы обнаружим и довольство Бога ими, довольство Бога имам Сейна Лесатусом, довольство Бога означает, что никаких ошибок, никаких отступлений сделано не было, что все было совершено и сделано совершеннейшим и наилучшим образом, наилучшим образом. Это одно из проявлений, это с одной точки зрения мы наблюдаем красоту Бога и когда ничего кроме красоты я не видела от Бога по отношению к моему брату, она это имеет в виду, что что же плохого Бог сделал с ним, если мы посмотрим глубже и увидим, что он довел его до совершенства, до невероятной до невероятной степени, которая недоступна человеку в обычных условиях, разве можно достичь этой степени довольства, не подвергаясь подобным испытаниям, подобным бедствиям, подобным страданиям? Это просто невозможно. То есть без страданий, без испытаний как таковых человек не то чтобы не способен, даже если способен, этот рост он очень медленно, незначительный относительно того, когда он в страданиях происходит. Да, совершенно медленно. То есть скорость развития совершенно разная, но при этом необходимо учитывать, что в такой ситуации, так как скорость очень высокая, любая ошибка она является довольно-таки опасной. То есть это если мы например сравним с той же с тем же движением машин, то обратите внимание человек, который разгоняется до 300, его ошибка не может быть сравнена с ошибками человека, который второй скорости ездит. Да, ездит например 60 км в час. Это совсем разные последствия. И поэтому здесь мы наблюдаем невероятную точность, невероятную приверженность к линии единобожия, при этом никаких ошибок, никаких отступлений мы не наблюдаем. Видим, что имам Суэйн, Алиса Атавасам и его сподвижники все делают с максимальной точностью и наилучшим, совершеннейшим образом. Это одно из проявлений, о которых опять-таки можно говорить долго, но я как обещал ранее коснемся одного сомнения, которое наверняка возникнет. Потому что мы говорим о том, что его светлость имам Суэйн, Алиса Атавасам доволен Богом. Его совершенство, его возвышенность и то, что на самом деле открывает врата рая, врата к свету, то, что проявляет его светлость посланник Аллаха и проявляет его учение то есть проявляет этот свет солнца. Мы наблюдаем, что имам Суэйн, Алиса Атавасам доволен, доволен Богом в этой ситуации, доволен тем, что происходит. И даже более того, мы наблюдаем, что имам Суэйн, Алиса Атавасам в сложнейшей в пике всего, когда все, кто мог сражаться, были, пали мучениками, все, кто мог держать в руках оружие, пали мучениками, никакой защиты имам Суэйн, Алиса Атавасам ждать не приходится. И с другой стороны, будущее видится имам Суэйн, Алиса Атавасам. Он видит этих своих женщин и детей, которые передвигаются из города в город и при этом над их головами возвышаются головы их близких и родных, которые пали. Потому что это движение из Кербелев в Куфу, из Куфа в Дамас происходило совместно с этими головами. На пиках. На пиках, да, они сли на пиках и все это видели, все это наблюдали. В голову его светлости имам Суэйн, Алиса Атавасам, его детей, его братьев, его племянников и других сподвижников. Это страдания, эти бедствия своих женщин и детей имам Суэйн, Алиса Атавасам, наблюдает. И несмотря на это, в этой сложнейшей ситуации, когда он остался один и ранен и наблюдает, что вот-вот они нападут и они при жизни, я шиита Али Абисуфиан, говорит имам Суэйн, Алиса Атавасам, о шииты семейства Абисуфиана, если вы не являетесь, если у вас нету религии, то будьте хотя бы свободными, будьте хотя бы свободными людьми, не нападайте на женщин. Вашим противником являюсь я, что вы не поделили с этими женщинами, детьми, чего вы от них хотите. То есть это почему имам Суэйн Алиса Атавасам произнес, потому что когда шло сражение противников с имамом Суэйн Алиса Атавасам, они одновременно не нападали на палатки, на женщин и детей. Он это все. И при этой, в этой самой сложнейшей ситуации его светлость имам Суэйн Алиса Атавасам обращается, восхваляет Бога то есть мы видим, что он проявляет довольство, проявляет прекраснейшее терпение к тому, что происходит. Здесь может быть, может возникнуть, и наиболее того, возникает сомнение, возникает ложное представление, что имам Суэйн Алиса Атавасам доволен своими противниками, потому что это часть плана, потому что это все не могло бы произойти без этих людей, без всей той мерзости, всего того отвратительного, что происходило с их стороны, что они творили, без этого это все не могло произойти, без этого не могли имам Суэйн Алиса Атавасам, его сподвижники достичь от этих степеней. И не было бы этого аята и так далее. Это очень ложное представление. Учение непорочного семейства посланника Аллаха говорит совершенно об обратном. Мы наблюдаем, мы изначально начали рассматривать именно эту сторону Ашуры, именно отвратительную сторону Ашуры, потому что она тоже имеется, она есть. И отношение к этой отвратительной стороне у нас должно быть соответствующее. Мы должны к этому относиться как к чему-то отвратительному. Мы должны отрекаться от этого. И непорочные имамы учили всячески предостерегали нас от того, чтобы мы хоть в какой-то мере могли быть довольны тем, что там происходит. Хоть в какой-то мере могли проявить симпатию тому, что они делали. И поэтому мы наблюдаем проклятие со стороны непорочных тем, кто ла аналлаху ла уммата аталаткум тех, которые убили, которые принимали непосредственное участие ла аналлаху ла мумаххидина ла хум биттамкини мин киталикум и проклятие тем, кто сделал возможным подобное и проклятие тем, кто доволен тем, что там происходило может проявить хоть каплю симпатии к тому, что они делали. То есть все это является ясным и недвусмысленным доводом и доказательством того, что нашим говорили имамы, то есть мы прибегаем к Богу, отрекаемся и прибегаем к Богу, отрекаемся от того, что они делали, от того, что делали эти люди, люди, которые противостояли в этих событиях имаму сейн али ассалат ассалам. Курбан, я извиняюсь, перебью, у нас полторы минуты учитывайте. Да, то есть мы наблюдаем в учении имамов в учении непорочных провоков Мухаммада саллаллаху отречения от всего этого и даже более того, от них отрекаемся, отрекаемся от тех, кто принимал участие, отрекаемся от них не только от них, но и от тех, кто следует за ними, вне зависимости от того, по питам следует или в чем-то следует за ними. отречение, отречение нашей обязанности является тем, через что мы можем возвыситься, через что мы можем воспользоваться, в первую очередь, тем угощением, которое раскрыл Бог через это событие для человечества, через те врата к свету, те врата к совершенству человеческому, те врата к приближению к Богу. Можем воспользоваться только через отречение через это. И именно имам в том числе он и его сподвижники через отречение от них, через ненависть к тому, что они творили, в том числе приближались к Богу. Без этого, без этого отречения, без этой ненависти, воспользоваться этими событиями, воспользоваться и опять-таки мы не можем ограничиваться только теми людьми, которые непосредственно участие принимали в тех событиях, вне зависимости и в сегодняшнем мире, вне зависимости от того, как называются те люди, которые ведут себя в сегодняшнем мире так же. То есть, даже если они были последователями в какой-то мере, в каком-то поведении, модели. Да, мы говорили, ащья это те, которые следуют по пятам, а тбя это те, которые в чем-то следуют, а в чем-то может и не следуют. Может и не следуют, да. В чем-то, допустим, следуют за непорочным семейством послания к Аллаху, например. Курбан. Ну, знаете, вообще пример такого оправдания, если кто-то вдруг решил, что если, то есть, что это событие само по себе величественно и проявление красоты и довольства опять-таки Мама Хусейна, то очень часто также бывает, что и сатану, то есть, Иблиса каким-то подобным образом пытается оправдать. То есть, ну, это же часть плана, без этого же не получилось бы, но как будто бы, в принципе, это, по-моему, одна и та же ошибка. Курбан, наше время закончилось. Благодарим вас за эту встречу. И вам спасибо большое. Уважаемые братья и сестры, до следующей встречи. Ассаламу алейкум ураамутуллах.